Бюджет Ненецкого округа на 2016 год будет однолетним. Об этом сообщила главный финансист округа Татьяна Лагвиненко. Верстаться главный финансовый документ будет с учетом уровня прогнозного расходования этого года. Нормативы, в которые будут утверждены постановлением администрации существующие прогнозные сети бюджетных учреждений. Снижать зависимость региона от нефти пока не получается. На сегодняшний день 98% бюджета составляют поступления от нефтедобывающих предприятий. Но, тем не менее, заявила Татьяна Лагвиненко, такую задачу перед собой руководство округа ставит и будет стараться снижать данные риски и развивать другое производство. О том, какой будет бюджетная политика в 2016 году, расскажет Ирина Цептова. Главный финансовый документ региона прошел первоначальное согласование всех департаментов. Сегодня, с учетом замечаний всех распорядителей бюджетных средств, принимаются меры к оптимизации расходов. Пока мы еще ничего не уменьшали, мы пока рассмотрели и дали время главным распорядителям бюджетных средств посмотреть внутри себя, что возможно. А так, я бы не сказала, что мы так сильно уменьшаем. В принципе, у нас этот год очень, как сказать, будем туго затянуты. Мы старались осуществлять расходы, которые крайне необходимы. Поэтому, в принципе, мы уже на этих рельсах стоим и продолжаем так же. Сложный 2015-й показал, даже при дефиците бюджета округ исполняет взятые на себя обязательства. В первую очередь, социальные. Эта же работа будет продолжена в следующем году. В приоритете неизменно останутся здравоохранение и образование. Продолжится финансирование инвестиционных программ. Мы строим жилье, мы продолжаем стройки. Конечно, в принципе, можно было бы этого не делать тогда, может, и как-то. Но пока мы можем, мы это делаем. С тем, чтобы было и, так сказать, сохранялись рабочие места, и чтобы у нас были, работали предприятия. Так, это, конечно, большая составляющая инвестиционная. Я говорю, что мы хотим ее сохранить, крайне в каком-то размере, продолжить те инвест-программы, которые спланированы. И минимизировать какие-то непроизводительные расходы, например, оптимально сократить. Я не говорю о том, что мы сейчас будем что-то резать так сегодня. Какие направления программы подвергнутся оптимизации, а главное, в каком размере, сегодня неизвестно. Так же, какие параметры бюджета 2016. Ситуация прояснится, когда Департамент финансов будет иметь представление о доходах окружной казны. Мы узнаем доходы в понедельник буквально, когда нам Минэнерго все-таки даст суммы по основным нефтодобивающим предприятиям. И по СРП мы узнаем. Я думаю, что буквально на следующей неделе эта цифра будет. Естественно, расходы будут исходя из доходов. Проект бюджета 2016 Департамент финансов представит собранию депутатов к 20 октября. Следующий финансовый год будет сложным, но, подытожила Татьяна Лагвиненко, небезнадежным.